Первое свидание, прежде всего, должно приносить удовольствие. Было бы неплохо, чтобы мужчина заплатил за женщину мошеннические действия с целью вымогания денег. Вот так это мужчины воспринимают. И это самое интересное. Доставайте ручки и записывайте. Сейчас будет такая отчасти инсайдерская информация. Таких мужчин может быть не очень много, но я думаю, что достаточно. Для одной женщины уж точно хватит. Как вести себя на первом свидании? Это важный вопрос, потому что на первом свидании люди волнуются. Это нормально. Ты на первом свидании достаточно близко сближаешься с человеком, про которого ты мало знаешь. Это само по себе волнительно. Учитывая, что у мужчин есть определенные ожидания от женщин на первом свидании. У женщин, соответственно, определенные ожидания от мужчин на первом свидании. Эти ожидания часто не совпадают. Нужно в этом разобраться, чтобы быть готовым к этому и понимать, как же вести себя на первом свидании. Меня зовут Евгений Масеев. Я психотерапевт, эксперт по отношениям. И сегодня мы разберемся с вами в том, как же вести себя на первом свидании. Если эта тема для вас интересна, ставьте лайк под видео Также подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать мои видео и участвовать в обсуждениях в комментариях А теперь рубрика «Ваши комментарии» Я беру одно из своих последних видео, которое первое набирает 150 лайков Нахожу комментарий, который также набрал больше всего лайков И отвечаю на него в видео И сегодня выиграл комментарий Мишель С Мишель пишет Мужчины сами считают, что если они что-то дают женщинам, она должна ему секс Иначе записывают в разводилово Поскольку этот комментарий соответствует сегодняшней теме, то отвечу на него я в конце видео А теперь поехали Итак, как же вести себя на первом свидании? Давайте будем исходить из того, что первое свидание прежде всего должно приносить удовольствие То есть нужно вести себя как-то так, чтобы в результате оказаться довольным тем временем, которое ты потратил на это свидание Но также нужно понимать, нужно быть честным с самими собой Что на первом свидании, как правило, происходит такая очень тяжелая, серьезная работа по оцениванию другого человека По подгонянию его к своим ожиданиям По сравниванию его со своими внутренними лекалами То есть на самом деле мы с одной стороны вроде бы думаем, как вот мы выглядим Как мы себе поведем Как нам себя показать так, чтобы не разочаровать ожидания, что ли, другого человека Но при этом в не меньшей степени присматриваемся к другому человеку Ну это, наверное, нормально Так вот, давайте разберем, что же женщины, как правило, в общем ожидают от мужчины на первом свидании Ну, во-первых, было бы неплохо, чтобы мужчина заплатил за женщину Чтобы вот куда бы они там пошли погулять, вот эти развлечения все оплачивал мужчина Было бы неплохо, чтобы мужчина предложил провести женщину Но если она отказывается, он не сильно настаивал Ну, главное, чтобы предложил Было бы неплохо, если, предположим, это уже, скажем, не первое свидание А, скажем, какие-то вот первые свидания, но не первое по счету Чтобы мужчина предложил, не знаю, заказал такси для того, чтобы женщину доставить Если она где-то живет, ну так, вдалеке То есть, да, это те вещи, которые женщины ждут от мужчины на первом свидании И действительно, это смогло бы как-то вот сделать первое свидание более комфортным Снизить уровень тревоги, показать серьезность намерений мужчины Но нужно понимать, что у нас в обществе, к сожалению, есть такие предрассудки Которые достаточно распространены со стороны женщины Это что мужчина должен платить за то, что женщина выглядит просто вот красиво Ведет себя адекватно Она, ну не то, что как-то мягко и весело Просто лояльно к нему ведет За это мужчина должен просто платить по умолчанию У мужчин же другого рода предрассудки Что если женщина как-то очень тонко намекает Что ей было бы приятно, если бы мужчина что-то для нее сделал Что-то купил куда-то ее в дополнительное место куда-то сводил Так сказать, за свои деньги То значит это развод Вспоминаем наш сегодняшний комментарий, на который я позже отвечу И значит женщина Ну развод это как если сказать это по-взрослому цивилизованно Это мошеннические действия с целью вымогания денег Вот так это мужчины воспринимают Я думаю, что на самом деле это такая тема Которая может иметь разные взгляды И вам нужно определиться с тем, как вы на это смотрите Если вы понимаете, что вы женщина Которой просто приятно Чтобы на свидании мужчина за нее платил Чтобы он ей делал подарки Ну скажем определенного рода Объема, количества, цены Вот и Это, ну вот вы понимаете, что это вот ваш путь Вам так было бы приятно Значит вам нужно найти такого же мужчину Которому будет приятно то же самое Ну то есть не то же самое, а так сказать Комплементарное, обратное То есть есть много мужчин, которым нравится делать подарки Нравится быть, так сказать Такими по-хорошему расточительными Вот поражать женщину своим Понимаете, подарки же бывают не только дорогие Но еще какие-то такие искрометно-остроумные Там как-то вот или показать свой вкус Вот Таких мужчин может быть не очень много Но я думаю, что достаточно Для одной женщины уж точно хватит их С другой стороны нужно понимать, что таких мужчин Их может быть не так много Потому что в принципе в обществе Среди женщин и среди мужчин Распространены эти такие патриархальные взгляды Что вот мужчина и женщина взаимодействуют На почве того, что такого Как бы товарно-денежного обмена Или товарно-услугового обмена Я не очень силен в этом Но в общем идея какая Что мужчина это добытчик в семье Он значит где-то что-то делает И приносит деньги в дом В отношения пускай, а не в семью А женщина, соответственно, она готовит Секс, там уют Какие-то вот такие тоже общепространные вещи Которые в нынешних реалиях Но все это уже не работает Потому что многие женщины работают И зарабатывают гораздо больше, чем мужчины Мужчина также может получить Все эти вот какие-то бытовые вещи Просто легче сейчас это получить Сейчас все более развито Более развита сфера услуг И получается, что среди всех этих мужчин Которые ходят такие обозленные Ищут, какая бы женщина бы его не разводила На первом свидании Вам нужно найти тех, которым Хочется делать подарок Хочется инвестировать в свое хорошее настроение Поднимая его женщине Понимаете, эти же вещи все связаны Я не раз говорил, еще раз повторюсь Есть такой символизм В взаимоотношениях мужчины и женщины В самом начале и полового акта Во время полового акта Мужчина передает женщине Биологическую информацию, генетическую Во время встречаний, во время ухаживаний Мужчина ухаживает за женщиной Он дает ей, в частности, делает подарки Дело в том, что, понимаете Не каждый мужчина может женщине сказать Что-нибудь такое, что ее как-то восхитит Тронет, особенно на первом свидании Когда все волнуются И заплатить, сделать какой-то подарок Ну там конфетно-букетный То есть какие-то стандарты Это самое простое, что может сделать мужчина И те мужчины, которые слишком переживают По поводу того, что как бы мне тут В убыток не войти Они на самом деле ограничивают прежде всего себя Так вот, для того, чтобы найти мужчину Который бы вам подходил Среди всех этих мужчин Который бы вел себя так, как вам удобно Было бы неплохо понимать Как вы, в принципе, себя ведете Что от вас мужчина может получить И для этого нужно понимать Что мужчины ожидают от женщины на первом свидании И это самое интересное Доставайте ручки и записывайте Сейчас будет такая, отчасти, инсайдерская информация Я буду говорить о том Что, как правило, мужчины ждут от женщины На первом свидании Конечно же, женщина должна хорошо выглядеть И у нас не должно хорошо пахнуть И как-то вот она должна быть очень такой вот приятной Любой мужчина этого хочет Было бы неплохо, если бы женщина была веселой Конечно, так, чтобы это был Какой-то баланс между веселостью и скромностью Такое же, да, противоречивое Потому что, если женщина слишком весела То мужчина может, так сказать, не совладать с этим всем Смерчем огня То есть сложно как-то с этим справиться Если же она, в принципе, веселая То это смех, он, это ритуализированная агрессия Смех, вообще веселье, юмор И это позволяет вот снизить эту тревогу Которая есть между людьми Которые, ну, как будто бы удерживают друг друга рядом Несмотря на то, что оба с одной стороны волнуются С другой стороны возбуждены И находятся в таком восхищении Было бы неплохо, если бы вы смеялись над шутками мужчины Желательно, чтобы это было искренне То есть, конечно, вначале вы человека не знаете Его юмор может быть какой-то специфический Или, скажем, это скомканные шутки Потому что, ну, слишком много волнения Но если вы сможете поймать эту волну То так будет лучше и для него, и для вас Если, ну, если вот будет достаточно много веселья Еще мужчины ждут от женщины Что женщина не будет провоцировать мужчину На какие-то очень большие траты на первом свидании Ну, во-первых, сама по себе провокация Это такая, скорее, мужская позиция То есть, я знаю женщин, которые прям так и говорят Я вот на первом свидании решил его проверить И заказал там какое-то блюдо Которое эта женщина, в принципе, и не ест, и не нравится Но оно там самое дорогое было Она хотела проверить Что она проверила, непонятно Ну, то есть, какие тут могут быть ожидания Понимаете, это же выглядит неестественно И по ней видно, что ей это блюдо не нравится Ну, и, в общем Опять же, это вопрос к этим предрассудкам Ожидание того, что мужчина будет таким Таким безграничным кошельком И вот если, ну, хорошо А если да, если у него есть деньги Что, других вопросов не возникает Вот к этому-то очень многие женщины не готовы Да, он может меня обеспечивать Он может, так сказать, заказать все, что я захочу А дальше что? На что дальше обращать внимание? Поэтому вот так вот провоцировать на какие-то траты не стоит Потому что это неудобно и вам, возможно, и мужчине Лучше расскажите, что вам нравится Так сказать, огласите весь список того На что мужчина может потратиться для вас То есть, когда мужчина захочет сделать для вас Сделать вам приятно То он уже выберет то, что ему интересно И в такой ситуации он как бы будет оставаться в мужской позиции А вы сможете оставаться в женской позиции И при этом это не будет какое-то, знаете, такое вот Скомканное чувство Когда вы слишком скромничаете И думаете, что это за свидание такое И вот он тоже сидит и не знает Ждет от вас какую-то следующую провокацию Поэтому перед тем, как идти на первое свидание Очень важно представить первое свидание Вашей мечты, такое вот идеальное Для чего это нужно сделать? Когда вы идете с таким Ну, как бы допущением Что на первое свидание придет Вот тот мужчина, которого я жду То вы таким же образом будете себя вести Соответственно, если это не тот мужчина Вам это будет проще понять Потому что, ну, это будет очень сильно диссонировать То есть, он ведет себя не так Как то, на что я рассчитываю Потому что я знаю, на что я рассчитываю С другой стороны, вам не придется как бы ломать себя И вести себя как-то вот Ну, не так, как вам бы хотелось Чтобы быть счастливой Чтобы получить удовольствие на этом свидании Представьте себе, что вы потратили какое-то время, усилия Пришли на свидание красивое, свежее Вот такая яркая А мужчина пришел так, как будто бы он как-то мимо проходил Там с работы домой и забежал Будет достаточно серьезное несоответствие Которое, во-первых, будет бросаться в глаза И вам, и ему Ну, это будет понятно С другой стороны, для вас это будет неплохая Ну, как бы тренировка или учение, знаете То есть, ведь предвкушение разных таких мероприятий социальных Оно часто важнее, чем само мероприятие А если вы отнесетесь к этому так, что Пойду в первый раз на разведку Просто как-нибудь так вот Не буду все самое лучшее ему показывать Просто не буду очень к этому готовиться Не буду ожидать лучшего, чтобы не вспыгнуть Часто люди так думают То тогда вы в какой-то момент просто привыкнете Вот так вот постоянно ходить, так сказать, на троечку Поэтому вот вам задание Возьмите лист бумаги или дневник, если у вас есть И напишите такую небольшую историю вашего идеального свидания первого То есть вот распишите, каким бы оно должно было быть Так, чтобы это было вот так по-сказочному Если вы замужем или в отношениях Тем более все равно напишите Потом мужа заставите как-то покажете ему, что ему нужно делать Все равно это идеальное свидание Оно не обязательно должно быть первым Оно может быть каким угодно И особое внимание уделите образу идеального партнера Неважно, есть у вас отношения, нет отношений Образ идеального партнера есть у всех И чем вы лучше его видите чем вы лучше его визуализируете и понимаете, тем вам проще, ну, либо, так сказать, найти такого человека среди окружающих, либо того человека, с которым вы уже находитесь, ну, как-то его немножко, вот, подсказать ему, в какую сторону ему нужно меняться. Теперь возвращаемся к рубрике «Ваши комментарии». Значит, комментарий еще раз прочитаю. «Мужчины сами считают, что если они что-то дарят женщинам, она должна ему секс, иначе это ее записывают в разводилово». Ну, теперь вы понимаете, почему ответ на этот вопрос я оставил для конца видео, потому что я, в принципе, в видео уже ответил на этот вопрос. Дело в том, что и среди женщин, и среди мужчин бытует такое распространенное мнение, что взаимоотношения мужчины и женщины как будто бы строятся на таком обмене – деньги на секс. И если у вас есть такое убеждение, предположим, если вы женщина, и вам кажется, что, ну, вот, вы считаете, что так и должно быть, то вы можете выбирать для общения таких мужчин, которые, ну, как бы разделяют вашу жизненную позицию. Я уже говорил в этом видео, что очень важно понять, какой на самом деле мужчина должен быть рядом с тобой. Понимаете, ну, невозможно найти то, чего ты не знаешь, даже как оно выглядит. Поэтому я желаю вам получить как можно больше удовольствия на первых свиданиях, на вторых свиданиях, вообще в отношениях, быть счастливыми. На этом все. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.